Всем привет! С вами Люда Блаж-Суприм. Добро пожаловать на мой YouTube-канал Пятница, Пятничный Дайджест. Чисто теоретически у нас не должно быть новостей, потому что все роялся в отпусках, все в отпусках, лето на дворе, но нет. Новостей, как всегда, вагон и маленькая тележка, что не может нас с вами не радовать. Я уверена, как всегда, будет интересно, так что саживайтесь поудобнее, наливайте чай, кофе и погнали! Начну я с того, что спрошу, а вы помните, какой сегодня день? Сегодня день рождения в The Duchess of Sussex! Мэган исполняется 42 года, очень интересно, поздравят, поздравили ли ее королевские аккаунты. Я вот рада, на самом деле, что Мэган у нас есть, квоту бунтарей, они с Гарри отрабатывают на все 100. И как бы кто ни кричал, да ну это Мэган, надоело, не хочу новости про нее. Ребят, ну все же так видно и понятно. Мэган это та, кого мы любим обсуждать. Ну а как тут смолчать, если Мэган настолько тряхнула королевскую семью, что, вон, посмотрите, новостей не должно быть, отпуска, как я уже сказала, а все равно мне есть, что вам рассказать. Итак, принц Уильям появился в видео по продвижению Earth Short Price. Он подавал из вагончика бургеры, причем для посетителей это было полнейшим сюрпризом, и у людей, ну реально, вот в прямом смысле слова, челюсти отвисали. Я даже не знаю, какая у меня была бы реакция, если бы мне вот так вот на улице мимоходом из какого-то случайного вагончика принц Уэльский подал бы чизбургер. Суть видео и, собственно, появление Уильяма была именно в том, чтобы рассказать о компаниях, которые поучаствовали в создании этих бургеров, использовав при этом максимально экологичное производство. Например, в производстве коробочек не задействован пластик, и плита без выброса газа в атмосферу и так далее. И все эти компании победители прошлого года моей любимой премии Earth Short Price. Будь ты здорова! Но рекламы просто сто и сто. Вот за этим королевских персон-то и вовлекают. Я бы вот точно еще раз вернулась за этим бургером, чтобы поддержать дело Уильяма. Неясно, когда видео записывали, вряд ли, что вот там на прошлой неделе, скорее всего, записали давно, а выпустили, когда выпустили. Ну, собственно, в период отпусков, что логично. Полное видео длится аж 15 минут. Также заочно появилась Кейт. На этой неделе отметили полгода со старта компании Shaping Us. Представляете, полгода уже прошло. Как время летит? По этому случаю на страничке Уильям появилось видео рекап выходов Кейта в рамках компании. А вот, на самом деле, отчета о каких-то результатах не было. Ну, хоть бы банально сказали, сколько тех же бесед было по теме с родителями или занятий. Ну, такого очевидного. Жаль, на самом деле, потому что вот такими вот задержками они сами провоцируют слухи и разговоры про ленивую Кейт и бесполезность этой компании. Хотя сам проект очень и очень важный и нужный. Про суть проекта я вам рассказывала в этом видео. Сами посмотрите и сами ответьте себе на вопрос, нужен этот проект или нет. Но вот хотелось бы просто результат. Гарри же мы с вами очень скоро увидим. Он собирается в Токио и Сингапур. Если верить источникам, то мы с вами сможем его увидеть аж два раза. 9 августа в Токио Гарри и его друг Начо Фигерас появятся на саммите, посвященном силе спорта и благотворительности. А 12 августа в Сингапуре пройдет Сентабл Поло Кап. Гарри, который обожает Поло, любовь к этой игре, так же как и Уильяму привили ему в этой ужасной ловушке. Собственно, он является сооснователем этого турнира и собирается там присутствовать. Тоже, кстати, с Начо. Цель турнира – сбор средств для проектов, помогающих детям, пострадавшим от бедности, неравенства и Вич и Спида. Кстати, в прошлом году Гарри ездил в Колорадо на этот турнир. Информации о том, поедет ли Меган, пока нет. Хотя логично, что она там будет присутствовать. Дай бог с Арчи и с Лилибет. Потому что она на матчах по Поло-то в прошлом присутствовала. Ну и здесь тоже, в принципе, логично. Ну и плюс же на Начо тоже может поехать. Ну и для Гарри это важное мероприятие. Это его детище. И наверняка Меган захочет поддержать мужа. Но мы как бы будем только рады. Ну и на фоне слухов о разъезде и даже разводе, было бы вполне логично показаться и сказать, нет, нет, у нас все в порядке. В общем, как вы поняли, работа кипит. У Меган с Гарри оффлайн. У Уильяма и Кейт они, скажем так, у нас на удаленке. Хотела бы я вам, конечно, сказать, что сейчас расскажу вам, как получить такую работу на удаленке, как у Уэльских. Но нет. Есть реальный способ, как реально зарабатывать на фрилансе и удаленке. И в этой связи я вам хочу порекомендовать бесплатный мастер-класс по фрилансу с гарантированным трудоустройством. Я вам расскажу про Марию Лебедеву. Она начинала с нуля на фрилансе и сейчас имеет более 7 лет опыта в онлайн-образовании. И за последние полтора года она работала сотнями онлайн-школ и помогла им развиться. Она также трудоустроила более тысячи учеников по всему миру и поддерживает благотворительный фонд помощи аутистам, что немаловажно. Рынок онлайн-образования растет с каждым годом. В этом бизнесе миллиарды долларов и миллионы учеников. Вакансий все больше, но некому обслуживать и настраивать новые онлайн-школы. Цель Марии не просто обучить тех, кто хочет работать удаленно, но и дать заказы, и трудоустроить своих учеников. Вместе с Марией вы сможете закрыть долги и работать удаленно в комфортное для вас время. Вы сможете освоить профессию, в которой конкуренция в разы ниже, чем для копирайтеров, СММ, таргетологов, а вакансий пока больше, чем специалистов. Регистрируйтесь на бесплатный мастер-класс по ссылке в описании к этому видео, чтобы узнать о профессии от Марии, которая прошла этот путь сама. И всех учеников ждет подарок – чек-лист по быстрому старту на удаленке. Ну а мы с вами едем дальше. Если с Токио, Сингапуром, с Меган там все туманно, то где мы абсолютно точно увидим Меган – это на Invictus Games. Они пройдут в Германию. У меня при прочтении была только одна мысль. Я очень надеюсь, что она возьмет с собой Гарри. Ну или хотя бы в сумку куда-нибудь запихнет, а то становится как-то очень грустно. Но на самом деле, да, конечно, они там будут вместе. Invictus пройдет с 9 по 16 сентября, и Сассовских ожидают на церемонии закрытия. Причем Меган будет модератором церемонии. О как! Поджала все, что только можно поджать. Даже интересно, конечно, как это все будет выглядеть. Кстати, я не понимаю, почему закрытие, а не открытие, или вообще не все сразу. Думаю, они, конечно, там не один день будут, и Меган не упустит возможности выгулить несколько нарядов. Кто из нашего клуба случайно или не случайно будет в Дюссельдорфе, пожалуйста, ждем фоточки. 15 сентября, кстати, у Гарри день рождения, и таблоиды практически сразу начали писать, что Invictus начинается на следующий день с годовщины кончины королевы Елизаветы. Я уже чувствую, что Гарри достанется по первое число, вне зависимости от того, съездит он в Лондон или нет, и вне зависимости от того, будут ли памятные мероприятия на годовщину или не предполагается. Возьмут ли они детей, неизвестно. Мне бы очень, конечно, хотелось, чтобы хотя бы Арчи, потому что он уже подрос, но что-то мне подсказывает, что надеяться не стоит. Но на что я лично буду надеяться, так это на нормальные хорошие наряды Меган хотелось бы похвалить, а не как обычно. Если ничего не вклинится, то это будет первое совместное официальное публичное мероприятие с мероприятием, где они появились вместе в Нью-Йорке, с этой вот ожесточенной погоней в Нью-Йорке. Так что, Дюшельдорф, крепись! Но вернемся в фирму. Ненадолго несколько небольших новостей. Внезапно появились ранее неопубликованные фото королевы и Филиппа в Балморале. Называется «Представь их в неформальной обстановке, умножь на 5» и вот получаются эти фото. Если не знать в лицо, то никогда не догадаешься, что эти двое старичков – это королева с мужем. Очень, конечно, странные фотки. Кто-то даже в фотошопе заподозрил лица всех гостей заблюрины, а королева как-то совсем грустная. Не думаю, что это фотошоп, скорее всего, как бы из максимально-максимально приватной коллекции просочилась. Выход был у принцессы Анны. Вот прям самый настоящий, незаочный, такой нормальный выход рабочий. Она вместе с мужем побывала на скачках в Бёркшире. И хотя обычно про внешний вид Анны мало что можно сказать интересного, то на этот раз она была очень заметной. Яркое желтое пальто по заветам мамы, не иначе. Кто-то даже сперва подумал, что это вот и королева Елизавета лет так 15-20 назад. Мне очень понравился такой подход. Хорошо и для стиля, и как отсылка к Елизавете. Тем более, что на такую цветовую фишку никто не посягает. Ни Камилла, ни Кейт. Ну, только в самых редких случаях. А еще это отсылка Анны на кого? На саму себя. В таком же желтом ансамбле и с той же брошкой она появлялась в 1968 году на скачках, будучи еще 17-летней девушкой. Пальто, конечно же, другое, но параллель явное и четкое. Зара и Майк, те, про кого у меня есть просто умопомрачительное видео, отметили 12-ю годовщину свадьбы. Они поженились в Шотландии в 2011 году, 30 июля, в тот же год, что и Уильямс Кейт. Так что это была первая королевская свадьба, которую посетила Кейт в качестве герцогини кембриджской. Таблоиды наперебой вспоминали, как проходила свадьба, красивые кадры, кто во что оделся и так далее. И в этом всем мне попался очень интересный факт, о котором я хотела бы вам рассказать. Бабушка Майка была категорически против этого брака. Точнее, она считала, что ее внуку с Зарой нечего вообще связываться, потому что члены королевской семьи не женятся на простолединах. И свадьба 100% будет отменена. Бабушка умерла, к сожалению, так и не успев познакомиться с Зарой, не дожив до свадьбы. Но отец Майка уверил, что она все-таки одобрила бы отношения, узнав Зару лично. Леди Луизу засняли за рулем, и таким образом мы узнали, что у нее есть водительские права. Она ехала с тренировки по драйвингу, и, судя по всему, она заметила папарацци и потянулась опустить солнцезащитный козырек, но те успели ее заснять. И, к счастью, номерной знак замазали, и преследование девушки вряд ли грозит, так что, фух, слава богу, в суд подавать не придется. Кстати, по судам. Наконец-таки нас порадовали хоть какой-то информацией по искам Гарри, а то вся эта история с судами зарастает, мне кажется, травой, точно так же, как и инициативы Мэган. Началось движение по делу Гарри против The Sun, то самое, где они прослушивали его телефон в лохматые годы, а Гарри вещал про сговор между дворцом и таблоидами, куда, собственно, и Уильяма приплел. Помните, да, это дельца? Вот по нему появился апдейт, новая информация. Оказалось, что судья Фанкорд отклонил из Гарри, но как бы частично. Суд какого-то Шрёдингера вроде бы отклонил, но вроде бы не отклонил. Но можно сказать, что основной пласт обвинений Гарри был отклонен. Иск о прослушке телефонов был отклонен по причине того, что его подали слишком поздно. И надо сказать, что адвокаты News Group Newspaper изначале били на то, что срок вышел. Так оно, собственно, и получилось. Также отклонено обвинение Гарри про тайный сговор между дворцом и прессой. Судья назвал это неправдоподобной ситуацией. Вообще у Гарри по пути всё выглядело как-то неправдоподобно и плохо состряпано. Тут я помню, тут не помню, тут вроде бы так, а может быть и не так. И его показания, по большому счёту, ничего и не рассказали. Очевидно, что судью такие мямления не убедили. Согласитесь, так себе подготовочка к делу всей его жизни. Если вы забыли, именно так Гарри называл вот это вот дело. Всей его жизни. Ну, такое себе. Да, конечно, Гарри к таким судьбоносным делам стоит, наверное, готовиться чуть получше. Далее, Чарльз решил сохранить традицию отпуска в Балморелле. И я, в принципе, не особо удивлена. В конце концов, когда всю жизнь семья собирается там вместе, трудно отказаться от традиции, но наверняка им будет трудно думать о том, что год назад они были там с королевой, своей мамой, бабушкой, прабабушкой, и это было её последнее лето. Другой вопрос. Кто же из родственников будет в Балморелле с Чарльзом? Что касается Уэльских, они будут в Шотландии, но они не останутся с ночёвкой в Балморелле. Таблоид Daily Mirror, любитель новостей про переезды, пишет, что традиционно Уэльям и Кейт с детьми останавливаются в своём коттедже там нагар, который Уэльяму подарила королева-мать. Но, тем не менее, это очень близко, так что если вдруг Чарльз на шашлычки позовёт, они хопа и тут как тут. Собственно, ситуация точно такая же, как при королеве. Что же там с Мэган и Гарри? У них открытое приглашение. То есть, они вольны приехать, когда захотят. Их там ждут. Но инсайдеры и королевские эксперты говорят, что они никуда не полетят. Спасибо большое. Мы и без экспертов это, в принципе, знали. А что хотите, в ловушку, в зоопарк ехать? С ума, что ли, посходили? Тем более, что у Гарри травма. Он в мемуарах вспоминал, как тяжело ему отдыхалось в Балмореле после фотографий в Лас-Вегасе. До сих пор, наверное, как вспоминает, так вздрагивает. На самом деле, очень жаль. Так и не было сделано фотографии Елизаветы со всеми правнуками, включая Арчи и Лилибет. Но это еще полбеды. У Чарльзов, внуков, гораздо меньше, чем у Лизончика, правнуков. И как-то очень грустно, что у него не будет фотки с Джорджем, Шарлоттой, Луи, Арчи и Лилибет. Или вообще коллективной, с сыновьями, невестками и всеми внуками. Ну, что поделать. У Гарри теперь отдельная семья. Да, и с отцом, и братом, и кшаться он не хочет. Что касается Анны, Эндрю, сестричек, Эдварда, Софи и всех остальных, пишут, что они также приглашены. Но вопросики насчет Эндрю. Ну, я думаю, раз Чарльз его на Рождество звал, то и сюда тоже. Нет никаких причин, почему нет. Разве что битва за Ройлодж, которая, собственно, то есть, то ее нет, непонятно. Что касается появления Мэгган, то она до недавнего времени не отсвечивала. Ну, а что, у всех отпуска, Ройлсы особенно не выходят, никаких памятных дат нету. Можно за цветами-то в магазин и не мотаться. Однако, ее подруга, Сирена Уильямс, устраивала бэби-шауэр и джендер-пати. Они с мужем ждут второго ребенка, уже известно, что это будет девочка. И вот что заметили остроглазые подписчики. На фотографиях и видео, которыми Сирена делилась в социальных сетях, никто не увидел герцогиню Сасекскую. Может быть, конечно, Мэгган попросила ее не снимать и уж тем более не выкладывать, но есть также вероятность, что ее просто-напросто не пригласили. Ну, либо она просто не могла присутствовать по причине очень-очень важных и неотложных дел. Ну, давайте так. Еще одна мини-новость, или точнее разъяснение относительно Омеда, нашего любимого, дорогого, распрекрасного Скоби. Начали писать, что его выперли из журналистики и никакой он больше не королевский эксперт, не журналист и не рупор Мэган. А все потому, что он решил не продлевать контракт с Yahoo News, где он был Royal Executive Editor, как бы главным редактором по королевским новостям. Каким образом из этой новости, которую Омедушечка сам рассказал, вытекло все остальное, мне совершенно непонятно. Он написал, что ему нравилось там работать, но он хочет сосредоточиться на новых проектах. Неужто там помимо Endgame его второй книги будет еще и третья часть под названием «Погодите, я еще не договорила». Ой, точнее, не договорил. Часть 3. Охренел таких новостей, конечно, и сам Скоби, о чем он высказался также в своем твиттере. В любимой для себя манере был «Я такой хороший, а про меня гадости пишут». А вон, смотрите, абьюзеры, какие-то шантажисты, харасят друг друга, ужасы творят. Про них вот ничего не пишут. Ведь точно так же он постоянно сравнивает святого Гарри с дьяволом Эндрю. Это, на самом деле, типичный омедоскобевский прием. Яху был одним из мест работы Скоби. У него еще есть Харперс Базар, ABC News, Good Morning America. Так что не переживайте, никуда он не девается, да и куда тут денешься, если Мэган поводочек еще не ослабляла. Тос куда большей долей вероятности потерял работу, так это принц Гарри, которого не оказалось в списке гендиректоров проекта «Траволист». Если помните, это инициатива про экотуризм. Компания объявила о вступлении в новую эру, это цитата, но Гарри там упомянули только как основателя, но не директора. Очень интересно, как так получается, если без Гарри, по идее, этот корабль далеко не уплывет. Таблоиды пишут, мол, все нормально, все в порядке, просто почему-то за прошедший год Гарри практически не привлекали к рекламе этого проекта. А это же как бы его основная задача, привлекать внимание к этому проекту. Наверное, на самом деле, в этом-то и суть. Гарри сейчас привлекает внимание ну только со знаком минус. Если проект этого же Уильяма хочется поддержать и купить тот самый бургер, обращаться за помощью к компании Гарри как бы не очень хочется, ведь он сам себе помочь тоже не особо может. Думаю, логика тут такая. Конечно, полностью Гарри не выкинут из проекта, где он основатель, но максимально ограничить его участие вполне могут. А ему, наверное, не очень-то и хотелось. Ну а теперь про главное видео появления недели. Тренд прям какой-то. Сначала Уильям, потом Кейт, теперь... Та-дам! Duke and Duchess of Sussex. В среду Мэгган вместе с Гарри, видимо, видео было записано до их развода. Как тут не пошутить? Появились видео, где пара разговаривает по телефону с молодыми людьми, которые заняты улучшением диджитал мира. Заголовки газет сообщили нам, что звонки были внезапными и такими сюрпризами для молодых людей. Настолько сюрпризами, что их даже засняли на профессиональные камеры. Ладно, я на 100% уверена, что ребята знали, что им будут звонить, но не знали, кто им будет звонить. Ну а давайте разбираться, кому, зачем и почему звонили Мэган и Гарри. Видео посвящено запуску молодежного фонда ответственных технологий. Технологии всем и для всех с максимальной пользой и минимальным вредом. В частности, поднимается вопрос кибербуллинга. Мэган и Гарри, конечно, много чего на эту тему могут сказать, мол, плавали, знаем. Но все-таки, как бы согласитесь, есть разница, когда ты ребенок или подросток, тебя хейтят за вес, цвет кожи или просто так, вообще без причины. И когда ты целая герцогиня Сацикская, привираешь на многомиллионную аудиторию, и тебя как бы, тебе это обновить ставят. Но в целом, вопрос о ментальном здоровье подростков не нов даже для Мэган и Гарри. Но при чем конкретно здесь эта парочка? При том, что Archwell Foundation является членом консультативной группы этого фонда. Про буллинг и хейт они и правда знают немало. Что же касается решения социальных, культурных и прочих проблем, вот тут как бы есть вопрос. Если под социальными и культурными проблемами будут опять преподноситься феминизм, расизм, женский селфмейд, то можно сказать, что Мэган замкнула на этой теме и крепко так замкнула. Что в этом ключе может рассказать Гарри, тоже не совсем ясно. Неравенство между наследником и запасным разве только что? Про всякие социальные, экономические, культурные и прочие вопросы я даже не представляю, что может рассказать эта парочка. Но в любом случае, фонд и его инициативы хороши, к тому же в копилке фонда 2 миллиона долларов, которые они выдадут как гранты, чтобы помочь созданию справедливого, безопасного и инклюзивного онлайн мира, как раз таки тем, кто эти гранты уже получил, и звонили Гарри и Мэган с поздравлениями, сказав, что их дети в будущем будут благодарны этим молодым людям за то, что они делают сейчас. Пока что какой-либо конкретики, что именно будут делать обладатели грантов и какие проекты реализовывать нету, но я искренне надеюсь, что это не очередная болтовня, и скоро сайт фонда поделится с нами конкретными результатами, решениями различных задач и прочее. И еще надеюсь, что Гарри и Мэган, то бишь читай Арчвелл, выступят тут, ну как бы инвесторами, рассказчиками, послушайте, узнайте об этом фонде, но уж никак не будут выступать с этими лекциями, а вот у нас и так далее, потому что вот эта история, мне кажется, ни участникам, ни основателям фонда не нужна. По самому видео Мэган, мне кажется, выглядит хорошо, но морщины видны все больше и больше. Мне кажется, еще и поэтому крупного плана лицом практически не было. В основном это ракурс был для Гарри. Волосы, макияж, все в ее стиле. Бежевый цвет тот самый, который ей приходилось носить в королевской семье, видимо, это уже какой-то стокгольмский синдром. Сколько времени уже прошло после побега из ловушки, этот бежевый все никак не отпустит. Ну или все-таки этот цвет тебе на 100% идет, Мэган? Давай будем честными. У пары в любом случае получился такой мягкий фэмили лук, даже не мятый, приятных бежевых оттенков. Мне очень даже понравилось. Видео уже снято во дворе их дома в Монте-Сито, но странно, что не на фоне переплетенных пальм. Картинка красивая, но эмоции пары это просто чисто американский стиль. Эти натужные улыбки, что мне в какой-то момент у самой аж челюсти заболели. Мэган как Мэган, я к ней такой уже привыкла, но Гарри это чисто Гарольд, скрывающий боль. Вот вопрос, Гарри, дорогой, это не то же самое, чем ты занимался в этом зоопарке под названием Королевская семья, когда тебе необходимо было улыбаться, а ты не хотел улыбаться. Им бы как Шарлен в последнее время расслабиться и может быть не улыбкой в 32 зуба сверкать, когда тебе не хочется, а просто немножечко поспокойнее. Ну улыбнулся, ну и слава богу. Не каждая эмоция должна быть просто максимально яркой, ну как по мне. Ладно, теперь давайте по традиции перейдем к трем вопросам, а в конце вас еще ждет кое-что новенькое, интересное. Итак, вопрос номер один. На каких языках говорят Ройлс? На английском очевидно, но, наверное, вопрос про иностранные. Уильям знает французский и в определенной степени валийский, сколько там ему надо как принцу Уильскому. Немного знает испанский и внезапно Суахили. А Чарльз тоже, конечно, владеет валийским, французским, еще немецким, на котором он даже выступал в Германии во время их визита с Камилой. Камила немного говорит по-французски, Джордж, Шарлотта и Луи познают азы испанского с няней, а вот Кейт иностранных языков не знает. Меган говорит по-французски и испански, Анна однажды удивила всех знанием немецкого, ну а Майкл Кенский прекрасно говорит по-русски. Вопрос номер два, почему вы считаете, что испанская монархия ближе всего к краху? У них были самые низкие рейтинги одобрения в недавние годы, это 30%. Хуан Карлос своими скандалами загнал семью в конкретную такую яму, из которой выбирается уже Филиппе. Плюс традиционно политика, это Каталония, Баски и так далее, где нет единства внутри страны, монархия, ну, в опасности. Банально, даже готовясь к видео, я читаю новости и нигде не вижу столько призывов к республике и столько критики, как у испанцев. И это продолжается до сих пор, буквально каждый месяц. Филиппе очень старается, так что надеемся, что Испания не перейдет в разряд свергнутых. Вопрос номер три, какое у нас в календаре следующее большое ройл-событие, типа свадьба, коронация, такое, чтобы все собрались? Очень хороший вопрос, но для коронации нужно, чтобы кто-то умер, а для свадеб нет предпосылок, потому что все наследники уже женатые да замужние, ну, либо слишком молодые для этого. Свадьба не наследников, мероприятия частные, даже если они будут красивыми, большого бума не будет и все, к сожалению, не соберутся. Так что ответ на ваш вопрос очень-очень сильно не скоро. Ну, а теперь новенькое, совсем-совсем быстро. Должна ли Мэган делать реверанс Кейт по протоколу? Да, должна. Должны ли свергнутые монархи кланяться действующим? Нет, не должны. Если Эндрю умрет раньше Чарльза, то Гарри станет герцогом Йоркским? Нет. Если на момент вступления Джорджика на престол, он еще будет не женат, его должны будут спешно поженить, чтобы короновать вместе с супругой? Нет, абсолютно не должны. Как вы думаете, через 200 лет и более сохранится ли монархия в Великобритании и вообще в мире? Да, сохранится, но я не совсем уверена, что мы сможем убедиться в правильности моей догадки, хотя даже через 200 лет я с удовольствием собралась бы с вами, и обсудила все королевские новости. Ну а на сегодня я буду заканчивать. Спасибо, что были сегодня со мной. Я очень надеюсь, что вы уже поставили ваши пальцы вверх, ваши роял лайки. Мне всегда приятно. И на этом я буду ставить точку. Спасибо, что были сегодня со мной. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.